Приводится хадис о том, что однажды пророк, саляллаху алейху ассалям, сидел со своей женой Аишей, да будет доволен ею Аллах, и Аиша начала говорить о Софии, другой жене пророка. Всем известно, что происходит между женами одного мужа из ревности. И Аиша сказала, о посаник Аллаха, достаточно в твоей жене Софии из недостатков того, что она такая-то и такая-то. И сделала жест своей рукой, имея в виду ее невысокий рост. Тогда пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Замолчи, О Аиша! Замолчи, О Аиша! Ты сказала такие слова, которые, если смешать их с морем, все море станет зловонным». Если бы мы пожелали размешать количество греха от этих слов и запах в водах всех морей земли, они бы испортили запах этих морей. А что такого сказала Аиша? Она сказала, достаточно в твоей жене Софии из недостатков того, что у нее низкий рост. То есть, как тебе может нравиться ее красота, пока в ней есть этот недостаток, то, что у нее низкий рост. Я заклинаю тебя Аллахом, что бы сказал пророк, услышав слова некоторых людей, которые порочат других, приписывая им скупость или некрасивую внешность, или порочат других, приписывая им презрение, ненависть, злость, дурное поведение. А может быть, они добавляют к этому грехи, начинают сеять раздоры между людьми, передавая им их речи, каким будет их состояние. Если Аиша всего лишь сказала, София невысокая, и ее к этим словам побудило естественное чувство женщины, ревность. Однако, несмотря на это, пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ты сказала такие слова, которые, если смешать их с морем, все море станет зловонным. Этим пророк хотел показать величину греха этих слов. Продолжение следует...